привет война в стране из-за тебя вот так вот ну ка обоснуй россия напала на украину россия по украины донецк бомбили украина бомбила донецк 8 лет просто ответ на мой вопрос нет 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 ну как нет ну когда только наоборот они построили блокаду кто построил блокаду украина и россия хотела забрать себе а украина начала начали россия защищаться договоры нарушили россия начала тоже хуйней маяться и украина это вообще додики ебаные которые начали хуйней страдать не затеяли войну затеяли войну которые начали хуй сосить россию америка украина пол стран пол стран политика в сша какой-то пол стран объясняю давай давай во первых украина мы вот раньше это не было все а сколько тебе лет подожди россия и украина они нормально но это как будто братья были как как будто ключевое слово как будто но они были братья они то есть они грубо говоря были одной давай только не ругайся слышишь не ругайся просто говорим без вот этих без матом хорошо давай спасибо россия и украина были братьями до того момента как госпереворот они случились украина забрала крым ну подожди не понял про какой год мы сейчас говорим вообще в принципе я сейчас про все говорю украина забрала крым что россия забрала крым было украина донецк луганской область донецкую луганскую область так что люди не могли нормально спать каждый день летали бомбы правильно нет правильно да как нет ну когда только наоборот ну ладно вещай 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 украину вещай говорю и они украина построили блокаду против свою территорию как будто ну ты понял построили против я я понял я зап хотела забрать территорию эту украина начала вмешиваться говорить типа начала типа это украинская это но вся донецкая луганской область хотела чтобы она стала россией украине это не понравилось она начала как сказать торгать свои войска они хотели забрать эту территорию украина начала торгать войска хотели забрать донецкую луганскую область украина хотела забрать луганскую область у кого вообще-то она хотела забрать украина хотела забрать украины как бы так выразиться они бомби украина бомбила донецкую луганскую область донецкую про луганске танцы ну давай про донецк подходит не сильно разбираешься в донецке я смотрю ты ну подкован и хотела забрать себе ну потому что бомбила как будто также и русские граждане она начинает забирать она хочет забрать украины это не дает они построили блокаду против донецкой области а что это блокада я не понял украина построила блокаду это что такое стены огромные чтобы туда типа не выходили и пускала туда ракеты украина построила стену не ругайся не ругайся хорошо извиняюсь короче образом построила блокаду я не знаю как это объяснить своими словами пойдет пойдет и бомбила донецк россия хочет забрать украины часть территории понял дальше потому что там жили русские граждане также и украинские граждане но большинство большинство 80 или 90 процентов проголосовал чтобы россия забрала территорию чтобы россия ну взяла территорию украины вот у донецка донецкая область у меня проголосовала ну как я не знаю там точно донецкая мы про донецк говорим да ты про луганск говоришь это не стелено про донецк говорим да да украине это не понравилось она начала во первых что могу сказать если бы украина была бы она они бы там даже ну год не продержались что то они потому что я начала помогать нато америка и там прочие страны ну полкиран правильно ты пропал стран это не полно половина стран которые ну начали помогать украине россия помогает только беларусь а можно сказать про нато сказала что такое нато нато это вот как раз таки там и половина стран нато это так то же самое что и ссср сср это совет советских социалистических республик правильно это страна такая была да и там было много стран вот это много республик было ну да 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 а нато это что такое там тоже самое то много республик нидерланды это как сср только на западе да ну можно понял понял и если бы не помогали украине то же самое случилось бы что ссср на германии напалом ссср и то же самое случилось бы только там не четыре года они ждали. А ждали бы они там год. За год они бы развалили Украину. Но как сделал бы Путин, он бы не забрал себе полностью Украину. Он бы так же оставил, как и Германия. Германия сейчас существует. А можно, вот смотри, простой вопрос. Ты согласен с тем, что Россия к себе присоединила ровно столько, куда смогла найти? Вот куда войска дошли, вот то и забрали. Куда войска не дошли, то и не забрали. Ты подожди, тут дело времени. Времени может хватить. Вот сейчас, мы вот с тобой сейчас общаемся. Вот сейчас вот ситуация вот такая, правильно? Ну да. Подожди, если ты говоришь, что если бы Россия за год развалила Украину, то есть получается, она бы всю Украину себе забрала. Но если бы войска были везде, то значит, она бы всю Украину забрала. По факту да, но... То есть Россия хотела оккупировать полностью всю Украину? Нет. Как это? Нет, если ты только что сказал да. Как сказать? Я не знаю, я сейчас попытаюсь своими словами выразить. Давай. Россия могла, могла, если бы не помогала, НАТО, США и там, ну, прочие страны. А НАТО это такая отдельная страна, правильно я понял? Нет, это республика. Ну как, нет, или нет. НАТО это... Не знаю, как я могу своими словами сказать, там много республик, которые туда... Ну, я думаю, ты понял. И так вот, если бы не помогали там Америка, НАТО, были бы, ну, ни за кого, они сами за себя. В принципе, как сейчас и Китай. Он не помогает России и не против России. Ага, понял. Россия бы захватила Украину, но она бы потом отдала другому правительству, чтобы Украина дальше жила нормально. Ну, просто там уже было бы... Запорожья область, она отдала или не отдала? Честно, не знаю. Нет, не отдала. То есть, вот, все, что смогла Россия... Вот, куда войска дошли, вот, они дошли, вот здесь стоят. И Россия такая говорит в сентябре 22-го года, что теперь это все Россия. Вот, куда дошли, теперь это Россия. И никому ничего не отдала. Ну, в принципе, да. Вот, так, то есть, если бы российские войска дошли бы дальше, так же, как, например, с Харьковской областью. В Харьковской области постоянно висели плакаты «Россия здесь навсегда». Просто потом украинские войска выбили оттуда их. И все, а теперь вы не рассказываете, что Харьковская область – это Россия. А там, где вы смогли остановиться, вот по факту, вот куда дошли, вы теперь рассказываете, что это Россия. Ну, понимаешь, Украина маленькая страна. Ну, она по сравнению с Россией, она очень маленькая страна. Понял. И? И Украине одной, именно одной Украине. Не хватит там войск, всего, в принципе, и не хватит, чтобы... Ну, нам же полстран помогает. Да. Вот. И Америка. Полстран и Америка. Да там еще много Японии, не знаю, Япония, Япония, по-моему, Япония тоже закрыла. Понял тебя. Слушай, а можешь немножко сказать тут вопросики, ну, ты просто много вещал, так сказать, я не перебивал, вопросы появились, могу поспрашивать? Да, конечно. А что-нибудь слышал про Гиркина, знаешь, такого человека? Нет. Не знаешь, хорошо, идем дальше. Про Украину ты прям рассказал, очень спасибо, приятно. А ты про свою страну что-то знаешь? Вот там Первая Чеченская война, Вторая, слышал? Да, да, слышал. Ну, немного, конечно, слышал, но слышал. А что слышал? Полностью? Ну, была Чеченская война и то, что Россия, по-моему, либо... Это, стоп, можно вопрос один уточнить? Да, Россия же Чечнёй была, ну, воевала. Да, всё верно. Ну, и Чечня, стоп, и Чечня сейчас, ну, то есть, Чечня это сейчас страна, и не русская, правильно? Нет, неправильно. Это русская страна? Ну, русская республика? Да. Российская. Российская республика. Это, получается, Россия забрала Чечню полностью и себе её, типа, за этого взяла? Да, после того, как выиграли вторую Чеченскую, да. Ну, я тебе могу сказать так, то, что, когда Германия воевала с СССР, они, стоп, подожди, ну, мы же про Чечню говорили, ну, при чём тут Германия и СССР? Нет, я просто привожу пример, то, что СССР не забрала себе Германию, то есть, это Германия, это, ну, Германия, это страна. Хорошо. Это не Российская республика. Это всё здорово, понял. Про страны Варшавского договора что-то слышал? Нет. Не слышал, ладно. Я понял, понял. А вот это вот ты мне сейчас вещал, расскажи, а где это тебе? Ну, это школя рассказывают? Нет. А откуда? Сам. Ну, то есть, ты, а что читаешь? Что читаешь? Ну, просто читаю, как украинская, украинская армия кидает бомбу, то что она на Москву накинула бомбу на Москву. Какой ужас, да? Как будто да. Так же, как ужас, то, что Россия кидает на Киев. Это тоже, ну, надо думать. Киев, это вообще мать городов русских. Ты слышал такое? Русских? Да. Не слышал? Нет. Нет. Ну, ладно. Ну, на чем я остановил? А, и то, что... Мы про чеченские войны говорили. Ну, давай, давай, про них. Ну, все, здесь закончили. А про то, что Россия в Грузии война была, слышал? Пятидневная она еще называется. В 2008 году. Пятидневная война. нет, нет. Не слышал, не слышал, понял. А почему ты не интересуешься историей России? ну, почему тебе это не надо? Ты вот про Украину идешь, читаешь. Да, нет, тут не в этом дело. Я не про Украину, я просто понимаю то, что в Донецке гибло много маленьких людей. Ну, маленьких детей. Детей-детей. Маленьких людей много гибло? Детей-детей, извиняюсь. Ну, и эти дети, они меньше меня там были, они там, ну, они только родились и на них бомба упала. Как будто это не сильно нормально. А сейчас Россия, ой, сейчас Украина не может понять то, что начинается то же самое, то, что Украина была больше Донецка, и то, что теперь Россия так же делает то же самое. А слышишь, а ты маленький человек? В смысле, маленький человек. ты говорил, маленьких людей, вот ты говорил, а ты маленький человек? Ну, да, я не считаю там, я даже еще не гражданин России. Нет, вообще, вообще нет. На основании свидетельства о рождении ты получишь гражданство России, поэтому тебя в целом можно считать гражданином России. Молодцы, да. Ну, пока что ты маленький человек. Да, маленький ребенок. А ребенок, это не человек? Нет, это понятно, ну, ну, я понял. Понял. Вопрос, если могу задать? Да, конечно. Что думаешь по поводу Палестина, Израиль? Палестина, Израиль, это вообще, это глупая война. Настолько глупо, что забирают женщин, ломают, я слышал то, что видел, ну, как видел, ну, по телефону видел, то, что девушку с Германией 20 лет, или 21, ну, короче, не суть, неважно, сколько это лет, поломали ей ноги, и... Нет, я не про девушку, в целом, то есть, вот, кто на кого напал, кто прав, кто виноват. А это, я, кстати, не знаю, кто напал, вот это, вот это, я не знаю, отпрыск клоуна. Ну, а в целом, ладно, давай тогда немножко подытожим, в конфликте Россия-Украина, кто на кого напал? По факту, Россия. Россия напала на Украину? Да. Отлично. То есть, все то, что ты рассказывал про Донбасс, это называется, как? Как? создание каких-то республик для того, чтобы на основании этого потом вторгнуться. По-простому можно как-то так. Ты же понимаешь, что никогда не было никаких Донецких, Луганских областей, ой, регионов, район, республик. Это были просто обычные области Украины. Да? Это я понимаю, но просто, смотри, я тебе объясняю, ты слышал хоть раз, чтобы Россия бомбила свои города? Да. Когда? Это вот, кстати, к вопросу про чеченские войны. А, ну это, ну в принципе, ты прав. Спасибо. Ну, просто, смотри, ты можешь, подожди, подожди, рязанский сахар, слышал что-нибудь? Рязанский, нет. А вот, обязательно запомню вот эту фразу, рязанский сахар, и погугли. Хорошо. Вот, это по поводу бомбили, так сказать, свои города. Нет, ты просто, твоё первое слово было, ты сказал то, что война началась из-за меня. Ну, я имел в виду из-за России, понятно, что не из-за тебя. Ну, я это понял, поэтому до меня дошли, мол, но просто, а при чём тут мирные люди, которые, просто, ну, население, причём тут население, если виноватые правительство? Правительство виноват? Ну, в принципе, да. Хорошо, смотри, очень сильное утверждение, давай попробуем разобраться, смотри, 24 февраля 22 года Путин объявил начало проведения специальной военной операции, согласен? Да, это было. Вот Путин, это правитель, как ты сказал, всё верно, с этим не спорю, он объявил, он это как бы начал, всё верно. Он в окопах сидит? Нет. Может, он с калашом бегает, стреляет? Может, он с калашом бегает, стреляет? Нет. А на танках ездит? Под Авдеевкой? Тоже нет. А кто там ездит, можешь рассказать? Может, и береги. Люди, которые защищают свою страну. Россияне на территории Украины защищают свою страну? Не так выразился. Россияне, которые хотят, ну, как, что им дало правительство, что сказало правительство, что они делают? Ну, так это же воюют, как ты любишь говорить, обычные люди. Это не государство воюет, точнее, не правители воюют, не правительство. Вот. А ты говоришь, что страдают обычные, хотя страдают, они как раз-таки обычные из-за обычных. Да. Ну, можно я кое-что скажу? Конечно. А почему люди выбрали президента именно Зеленского, который танцевал голым на подиуме? На подиуме. Да. Это вопрос ко мне. Да. Нет, это в принципе вопрос. Хорошо, отвечу. Его выбрали не из-за того, что он танцевал. Ну, так он мыслит тупо. Он просто мыслит тупо. Зеленский? Сам Зеленский. Он мыслит тупо. Он понимает то, что он, когда война началась, когда начали Россия стрелять по Киеву, я это осуждаю, очень осуждаю, потому что они начали вот это вот делать. Он же уехал в Польшу, он по факту бросил свою страну. Правильно? Нет. И почему? Ну, потому что он не уезжал. Ну, его видели, то, что он в Польшу поехал, то, что он пол. Он каждый день, смотри, Зеленский создал свой телеграм-канал, вот у него открытый, ты по-английски пишешь, Зеленский, ты зайдешь на его канал и отлиставь самое начало. Он каждый день, каждый день, начиная с 24 февраля, снимает себя на видео, как он находится в Киеве. Ну, уже понятно, что нет, но начало войны, он, я не помню, он больше года не выезжал с территории. Он видео вот так вот снимает, показывает на другой телефон, типа, дату, время, и он показывает, что он находится в Киеве. А сейчас он где, если не секрет? Сейчас я не знаю, ну, ты действительно думаешь, а где Путин сейчас? В Москве, в России, в принципе, это понятно. В России, но Зеленский в Украине. Не факт, не факт, так же, как и не, не, Путин, ладно, Путин на России, тут ладно, тут не спорю. Так, Зеленский, ну, свободно ездит по государствам, потому что он... Ну, говори, говори, продолжай. В дипломатических поездках, это ничего странного, в этом нет. А знаешь, почему Путин не уезжает с России? Ну, знаю. Почему? Потому что на него выписан ордер на арест. Ну, а еще, еще вот. Потому что он боится. Нет, он не боится, потому что, а кому ему уезжать в Белоруссии, которая маленькая страна, или Китаю, который Китай в принципе не ждет там? Тоже неплохой вариант, ну, другими словами, он просто никому не нужен. Тут ты вкинул, тут красиво. Он не то, что никому не нужен, за Россию очень мало. Даже Грузия, который, Грузия, которая, была за Россию. Не-не-не, подожди. Помнишь, я тебя спрашивал, в 2008 году Россия воевала против Грузии. Как Грузия может быть за Россию? Не, она, я тебе в общем говорю, она была за Россию. Ну, она не могла быть за Россию. Ну, как? Я тебе еще раз говорю, Грузия, это жертва со стороны России. Россия проявила агрессию по отношению к Грузии. Часть территории отжала от Грузии, так же, как сейчас от Украины. Ну, как Грузия может быть на стороне России? о чем ты? Ну, хорошо, ладно. А Армения, которая была за Россию, а теперь она... Можно матом? Ну, давай, нет, давай без матов. Ну, ладно. Свалила. С России, чтобы, потому что она понимала, что, если сейчас начнется война... А знаешь, почему? Хочешь, я отвечу, это же несложно. Давай. Смотри, в Армении находились российские миротворцы, которые там должны обеспечить наличие Карабаха. Азербайджан, это территория Азербайджана, просто ввел войска и забрал себе обратно свою территорию. Армения говорит, типа, чуваки, ваши миротворцы здесь, они должны помогать, это же не для этого здесь находятся. А Россия сказала, типа, ну вот, вот, извините, вот как-то так. Я тебе могу сказать, когда идет война, вот, война между Россией и Украиной, она может как-то помочь Армении, когда и так уже... Так в том и суть, в том и суть, понимаешь, Армения ж, ну, там, Армения располагала войска, они там вроде бы даже до сих пор какая-то часть есть, и эти войска, которые там есть, по факту, вот они есть, люди, техника, оно есть, понятно, что оно в меньшем количестве и так далее, но, эти люди там есть, и для того, чтобы они там находились, были соглашения, со стороны Армении, условно, соглашения выполняются, то есть Армения предоставляет территорию, для того, чтобы Россия там размещала свои войска, соответственно, Россия тоже должна что-то предоставлять, и это что-то, это называлось Карабах. Чем все закончилось, ты же знаешь, ну, ты же умный. Ну, примерно, да. Ну, вот. Поэтому Армения такая говорит, ну, мы со своей стороны выполняем, а вы ничего не делаете, зачем мы будем с вами дружить? и все, все просто. Да, но она ушла, но я тебе могу сказать так, большая часть, ну, как, нет, не большая часть, но люди, которые проживают в Армении, их же очень много в России. Люди, которые проживают в Армении, их очень много в России, что? Но народ в Армении. Народ в Армении, что правильно? В Армении есть народ. Да, и половина народа живет в России, проживает в России. То есть половина армян живут в России? Ну, не половина, ну, может, значит, ну, короче, много. Ну, короче, ладно, много армян проживают на территории России, и что? Да, и Россия же, это же было не как Германия расстреливала евреев. Ты о чем сейчас? Блять, о, извиняюсь. Не ругайся. Да, я извиняюсь. Забудь это, забудь, ладно. Ладно, забыли. Но Украина же не прогоняет армянских людей, которые живут в России. Россия же не прогоняет их. Россия или Украина, не понял. Россия не прогоняет армянских людей с ихней территории? Не прогоняет. Ну, а по факту это Армения отвернулась и отвернулась также от армянских людей, которые проживают в России, да? Нет, почему? Ну, она отвернулась, они перестали, они у них, мирный договор уже больше нету. А куда он делся? Ну, как раз таки из-за вот этого вот, что ты мне сейчас рассказал, они взяли и порвали мирный договор. Немирный договор. Там сейчас вопрос по поводу нахождения российских военных на территории Армении. И все, вот в этом проблема. То есть, российские войска на территории Армении не выполняют свою задачу со стороны Армении. Так, а зачем они тогда нужны там Армении? В принципе, логично. Ну вот, видишь, здорово как. Слушай, а ты, я смотрю, ты читать вообще нормально умеешь уже, нет? Ну, конечно. Вот, смотри, видишь, что я тебе скинул в чат? Да. Телекраммом пользуешься? Ну, вообще, да. Ну, я же там читаю вот это вот, что происходит. Вот смотри, почитай, пожалуйста, то, что я тебе скинул. Сможешь? Прямо сейчас? Не, 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 прям сейчас не надо. Просто тебе сделать криншот, вот этот канал найди в телеге, там PDF-алик скачаешь, почитаешь. Хорошо. Там, кстати, про чеченские войны есть, ознакомишься. Про Грузию. А сколько тебе лет из-за секретов? 31 уже, можно сказать. Через 3 дня 31 будет. Хорошо. Вот, 31. А почему ты не на войне? если тебя 31. Много кто не на войне, тем, кому 31. Потому что я более необходима на предприятии, на котором я работаю. Логично. Согласен. Тупой вопрос. Тупой вопрос. Ничего. Главное, не матюкаюсь. Не, не матюкаюсь. В принципе, редко матюкаюсь, просто когда... Но меня просто затронуло первое слово, что ты виноват. Ну, Россия виновата. Так ты же сам с этим согласился по итогу, разве нет? Нет. А в чем она виновата? То, что она хотела защитить область украинскую, когда ее расстреливают. Смотри, помнишь, я тебе задавал вопрос по поводу Гиркина? Ты сказал, что ты не знаешь, кто это. Давай я тебе немножко вкратце расскажу, быстренько. А если ты прям действительно захочешь почитать, вот я тебе скинул, вот там это более обширно, там с документами, с видео, со всем есть. 26 февраля 2014 года Россия оккупировала Крым. 16 марта были проведены псевдореферендумы, на основании которых 18 марта Россия присоединила к себе Крым. Все, Крым мы не обсуждали. Это очень коротко то, как Россия оккупировала Крым. 12 апреля 2014 года на территорию, как ты про Донецкую помнишь, говорил много, на территории Донецкой области существует город Славянск. И этот город был захвачен вашим гражданином, вашим военным Гиркиным. Стрелков Гиркин, может, как ты знаешь, слышал. И после этого только начали домбить бомбас. Потому что туда зашли российские вооруженные силы, захватили города и начали распространять свое влияние. Первые, вот, кстати, сейчас тебе тоже вкинул, первый министр обороны Донецкой Народной Республики это был Гиркин, гражданин Российской Федерации. Первый глава Донецкой Народной Республики это был Бородай. Это депутат из Москвы, гражданин Российской Федерации. Не может быть в Народной Республике, там, какой-то Донецкой, чтобы ими управляли люди из Москвы. Ну, это так не работает, понимаешь? Вот, я тебе сейчас кое-что расскажу. Давай. Подожди, ты куришь или что? А? Ты куришь? Нет. Ну, в принципе, да, но так парю. Парю, я понял. Ну, давай, вкидывай, что ты хотел? Вот я захожу, ну, вот, чат рулетку, посидеть, ну, поговорить. Вот я захожу с украинцами, ну, поговорить. Я их не осуждаю, я их там не матерю с ног на голову. Я зашел, там мужик сидит и говорит, слава России, ой, слава Украине, то, что мы, типа, ваших женщин будем там избивать до крови ребенков, типа, вот это вот. Я говорю, а за кто? Он говорит, то, что, за то, что вы русские. Я просто, ну, как будто это ненормально. Если человек русский, то это значит, ну, он что, плохой? Смотри, не русский, а россиянин. Потому что на территории Украины войну ведут россияне. То есть буряты, они же не русские, они буряты, но они россияне. И важный момент, что проблема вся заключается в том, что ты вот говоришь, что ты там сидишь у тебя, где ты там находишься, Ярославская область, у тебя ракеты не взрываются в городе. А вот этого человека, может, маму убила, может, дом его разрушили, понимаешь? То есть ты как бы просто обижаешься, а у людей, ну, действительно, реальные проблемы. Война идет. А можно еще раз? Ну, я тебе тоже расскажу. А почему беженцы идут именно в Россию? Это неправда. Вот моя жена беженка, она в Польше. Ну, а большинство, вот я им говорю, большинство людей, которые идут в Россию. Хорошо. Очень легко, смотри, очень легко. Очень легко. Смотри, помнишь, ты рассказывал про стену, которую блокаду устроила Украина? Да. Вот на самом деле эту блокаду устроила Россия. И люди, которые находятся на оккупированных территориях, например, моя бабушка, она не может выехать на территорию Украины, просто физически, ее не пропускают. Там фронт, там стоят военные, всех расстреливают и убивают, к сожалению. Поэтому, если люди хотят куда-то уехать, они могут ехать только в одну сторону. Это Россия. И большая проблема в том, что, ну, вот выбора нету. Если ты хочешь выезжать, ты едешь только туда. Но важный момент для тебя, например, добавлю, что люди, которые едут на Россию, они потом из России едут дальше. Они не находятся в России. Это тоже нужно учитывать. еще один интересный факт про бабушку твою соболезную. Да, конечно, большое спасибо. Я отношусь к украинцам так же, как, ну, и к русским. Я отношусь к ним нормально, но меня поражают люди, которые чмылят Россию за то, что они говорят по-русски. Ну, я с тобой на каком языке говорю? На русском. Вот скажи, у меня, ты слышал какие-то проблемы с языком? Нет. Ну вот, поэтому, я же тебе еще раз говорю, это так же, как какие-то индивидуальные оскорбления, там, в твою сторону или еще кому-то. У людей могут быть личные какие-то трагедии, убивают родных, уничтожают имущество. Что? На ребенку. Они видят, ну, то, что я, ну, по лицу, я ребенок. Ну, маленький человек, я помню. Да. Они срываются и начинают, типа, нести какой-то бред. Ну, чушь. Ну, я не знаю, что ты хочешь услышать и что я тебе должен ответить. Нет, я тебе просто рассказываю. Ну, может и есть такое, не знаю. Ты бы знал, что мне твои сверстники говорят. но я так же, я повторяюсь, я уважаю Украину так же, как и Россию. Но просто у меня есть, извини за слово, хохлы, которые идут против России, потому что они шли даже за Германию, когда была битва четыре года. Слышишь, это армия русских, это армия власовцев. Власовцев их называют, потому что генерал власов, россиянин, ой, не россиянин, это советский человек, русский, который был в РСФСР, перешел на сторону Гитлера, свое войско туда перевел, и эта армия насчитывала сотни тысяч. В одних параметрах это там от 600 тысяч и до миллионов. Не было больше людей, не было больше армии, которая бы воевала против своего народа, чем вот это. И ты сидишь рассказываешь про хохлов. Ну я тебе могу еще кое-что сказать. А вот Украина, ну, Киев, но это же раньше считался СССР, правильно? Ну так же, как, ну... Смотри, в СССР ходили республики. То есть была Украинская Советская Социалистическая Республика, РСФСР, БССР, там куча разных ходила вот этих вот республик. Каждая республика имела свой центр. И был общий центр. Это была Москва. То есть Москва была центром РСФСР, и Москва была центром СССР. Но Киев никогда не принадлежал Советскому Союзу. У каждой республики была своя конституция. И у Советского Союза была своя конституция. И ты можешь открыть конституцию Советского Союза, и ты не найдешь там слово Киев. Поэтому Киев не принадлежал Советскому Союзу. Ладно. Ну, сформулирую сейчас. Ну, вот, Украина и Россия, правильно? У них началась война из-за Крыма, грубо говоря, правильно? Не у них началась война, а как я тебе уже говорил, документы и доказательства я тебе тоже скинул, они все находятся, ой, блин, что я говорю, война началась из-за того, что Российская Федерация ввела войска, оккупировала территорию. Именно из-за этого, из-за того, что Россия совершила акт агрессию по отношению к Украине. Украина ни с кем не воевала, Украина ни на кого не нападала. Украина где была там и есть, украинские войска где были там и есть, это Россия сделала, Украина при чем здесь? Сейчас, секунду. Ты уже закинтился? Нет, я просто общаюсь с человеком. Он человек у меня. Он человек. А за кого он? За Украину. Еще он человек. Ну, тоже ладно, потом расскажу. Ты свинок называешь всех? Я называю тех, которые идут против России, идут воевать. Грубо говоря, хохлы, которые идут против России просто так. Потому что им не раз. Пускай смеется. У тебя вопрос какой-то был. Подожди, сейчас. Бля, это рекорд. Спервис с ним много общаешься. Реально. Смотри, то, что ты говоришь, это называется шовинизм. Ты оскорбляешь людей по национальному признаку. Ты постоянно обращаешься ко Второй мировой войне, так Гитлер делал, так нацисты делали. Нельзя так делать. А вот можно вопрос, а почему Америка и НАТО за Россию? Я могу преподнести факты. Америка и НАТО за Россию? Ой, за Украину. Слава Богу, сейчас сейчас немножко не понял. Так же как США были на стороне Советского Союза во время Второй мировой войны, потому что нацисты напали на Советский Союз, и США помогали тем, на кого напали, жертве. Так же и сейчас США помогают тем, на кого напали, США помогают жертве. Ну, а ведь по факту Америка сейчас командует Украиной. Куда, что им делать? А потому что я тебе объясняю, могу, то, что Америка хочет, чтобы Россия проиграла только по одной причине, потому что Россия большая страна, там много нефти и все такого. Ну, много чего. И она, ну, она же помогает Украине, и Украина, мне кажется, отделит ей небольшую долю. Долю чего? Страны России, если они захватят, Но они начнут хватать Россию, то Россия... еще раз, секундочку, Россия никому не нужна, на Россию никто не нападал, у России есть ядерное оружие, Украина находится на территории Украины и воюет против России только потому, что Россия на нас напала. Наши войска, я же уже говорил, и ты с этим был согласен, наши войска находятся на территории Украины. Мы у себя в стране воюем, защищаемся от вас. Нам ничего от России не нужно, понимаешь? Мы ничего от вас не хотим, мы хотим жить. Понимаешь? Я понял, ладно, удачи, мне просто идти надо. Удачи. Обязательно почитай то, что я тебе скинул, обязательно. и не обзывай людей так, как ты это делаешь, хорошо? Я их не обзываю, просто преподношу факты, то, что именно хохлы, да тихо, Алим, пожалуйста, хохлы, это те украинцы, которые просто хотят обезгрузить Россию, чтобы она больше в Украине убивают людей, уничтожают города, рушат судьбы, и ты заходишь и оскорбляешь их, потому что они украинцы по национальному признаку. Нельзя так делать, пожалуйста, не делай это. Нет никакого оправдания ни морального, ни человеческого, ни законного, никакого нет права оскорблять людей по национальному признаку в тот момент времени, когда твое государство занимается геноцидом на территории их страны. Пожалуйста, не делай этого никогда и нигде. Хорошо. Очень на это надеюсь. А я тебя ну, хоть раз оскорбил? В начале беседы. Когда? Как? Очень не обращай внимания. Нет, правда, как я тебя оскорбил? Скажи, пожалуйста, как ты относишься к дагестанцам, например, к чеченцам? Ты оскорбляешь их? Нет. Вот, давай ты не будешь так же оскорблять и украинцам, хорошо? Но если украинцы не будут оскорблять Россию, то... Украинцы будут оскорблять Россию. Я тебе назвал кучу аргументов, почему они это делают. Ну, ты же вроде сообразительной, малый, ты же слышал меня, ты согласался со мной, а сейчас украинцы. А сейчас ты говоришь, украинцы не будут оскорблять. Украинцы будут оскорблять, у украинцев есть моральное право на это, потому что здесь людей убивают ваша страна. Ну... Так русские, как ты говоришь, они могут встать и уйти, и все, никто никого убивать не будет, им нужно просто уйти из Украины. Как только все люди, русские, российские, неважно, уйдут с территории Украины, сразу же все закончится. А если мы уйдем с территории Украины, то не будет Украины, ты понимаешь это или нет? Блять, военные на нас тогда нападут, блять, ничего так. Пусть они тогда... У вас ядерное оружие есть, кто на вас нападет, что вы говорите? У Америки тоже есть, у НАТО тоже есть, у Франции даже есть. Так они ни на кого не нападают, ну ты о чем? Они вам помогают, посоюзники. Они нам до сих пор ядерно, они нам до сих пор самолеты не дали, нам ракеты не дали. О чем вы? Стоп, а еще один вопрос, а зачем нам ракеты? Против... Также я тебе еще в самом начале сказала, что Украина ударила по Москве. Да, все верно. Потому что Украине нужно уничтожать военную и какую-то логистическую, политическую, выполнять кучу различных военных боевых задач, чтобы Россия отстала от Украины. А зачем так, ну, хорошо, только Зеленский же, он же, ну, сказал то, что, ну, бейте там по Москве, а если, если... А если Россия сейчас будет по Киеву долбить? Так, Россия и так долбит. Смотри, я 24 февраля проснулся от того, что у меня в городе ракеты российские начали взрываться. Мой друг из Киева мне позвонил и говорит, война началась из-за того, что Россия запустила ракеты по всем городам на территории Украины. Зачем и почему? Мы России вообще никогда не угрожали. Мы в связи с подписанием Будапештского меморандума передали в Россию свои самолеты, свою авиацию, свои ракеты. Мы все отдали вам. Мы ядерное оружие вам отдали. С чего вдруг и как мы теперь должны угрожать Россию? Ну, что ты такое говоришь? Хорошо, если бы не напали мы, напали бы вы. Как? Я только что тебе рассказывал, что мы отдали вооружение. Мы отдали кучу всего. Самолеты, ракеты, бомбы. Мы все вам отдали. И самое главное, мы отдали вам ядерное оружие. У нас нет ядерного оружия, потому что мы отдали его вам. У нас был на территории Советского Союза второй ядерный потанцевал после вашего. И мы все вам отдали. Как мы должны на вас нападать? Зачем мы должны на вас нападать? И как мы должны на вас напасть и думать о победе, если вы нас ядерным оружием уничтожите? Как? Зачем? И почему? На эти вопросы нет ответов. Ну, во-первых, Россия не будет кидать ядерное оружие так, как это... Их тоже за это. Они... Их до такой степени долбить будут. У них нету разрешения. Ну, как, не разрешение, они нарушат договор. Что они, ну, нарушат договор. Так Украина передала не нарушила договор. А вы, когда напали, вы нарушили договор. Вы уже его нарушили. Ты говоришь, что Россия бы нарушила потенциально, но она уже нарушила. О чем ты? Так подожди, вы бы... Блядь, ваши нахуй военные... Не ругайтесь, пожалуйста, давайте без матов. Послушай, вы долбили по Донецку, по Луганску... Мы с твоим другом это уже обсуждали. Ну, я поздравляю. Каждый по-разному думает. Окей, те, кто переправили, те, они так и думают, что, типа, пиздец просто. Я не знаю, что сказать. Ладно, мы... Вы нарушили первый договор. Удачи? Пиздуй нахуй. Это не я сказал. Да он месяц, блядь! Ладно, удачи? Ну еще... Чтоб ты сдохну нахуй. Да ну нахера, Алина! Пока, пока! Я максимально пытался, я максимально сдержанный был. Я со своей стороны просто ни одного лишнего слова не сказал. Я все выслушал, я все впитал, я все конструктивно и максимально понятно простыми словами, доходчивыми, без нагрессии, без какого-либо негатива. Просто донес до него. Я все максимально хорошо старался сделать. Он вроде бы понимал, но все равно в нем ватник просыпается. Это просто ужас какой-то. Мне страшно жить в стране, когда вот эти вот создания, они только растут. Это значит, что вот то, что он говорил, у его родителей икс-10, все. Это просто невероятный ужас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!